И еще о безопасности только теперь на дороге. Сейчас это особенно актуально, сезон отпусков начался, и многие отдают предпочтение путешествиям на автомобиле. А такая поездка требует особой подготовки. С чего начать и что взять с собой? Давайте разбираться вместе, ведь документов и чемодана с вещами точно будет недостаточно. Тише едешь, дальше будешь. Это про них. Семья Закамалгиных решила отправиться в отпуск своим ходом. На колесах мини-вэна Алена и Андрей с детьми доедут этим летом до Пермского края и знаменитых Кунгурских пещер. Мы с мужем уже больше 20 лет в браке, и дальше чем 150 километров от Тюмени мы вместе никогда не выезжали. Переживаем, потому что поездка для нас это первый раз. Вопросов еще очень уйма. Поездка должна быть комфортной и безопасной. Поэтому такую проверку лучше доверить профессионалам. Также мы рекомендуем поменять воздушные фильтры на вашем автомобиле. Подготовку начинаем в сервисе. Особое внимание к техническому состоянию машины. Проверяем уровень масла в двигателе, антифриза, заправляем кондиционер, чистим радиаторы охлаждения. Это важно, чтобы машина в дороге от жары не закипела. Комфортная температура в салоне сделает поездку куда приятнее. Не забываем и о фарах, исправности поворотников и дворников. Такой осмотр у нас на станции стоит всего 400 рублей. По времени занимает от 20 до 40 минут, в зависимости от состояния автомобиля. Очень важный этап – это проверки ходовой части автомобиля на подъемнике всех узлов подвески. Здесь мы смотрим все саленблоки, рычаги, амортизаторы в каком состоянии. Меняем диски, колодки, если это требуется. Вдали от дома надо быть готовым ко всему. Самая частая поломка на дороге – пробитое колесо. Проверяем шины и покрышки еще на берегу. А с собой берем насос, домкрат, набор инструментов и обязательно запасное колесо. Автослесарей плохого не посоветуют. Навигатор с обновленными картами нашей необъятной страны. Один из главных помощников радиостанция. Чтобы вы всегда в канале с коллегами-дальнобойщиками. Современные гаджеты и карты помогут не заблудиться найти кафе и ночлег. Это уже советы от путешественников со стажем. Многодетная семья Адисановых на колесах объехала пол России. Подготовку начинают за месяц. Отец семейства Антон отвечает за маршрут и безопасность. Мама Ирина – за аптечку, питание и развлечения в пути. С собой холодильник и мультиварка. И еще, говорит, можно забыть дома косметику, но не игрушки. Мы берем с собой много пазлов, много развивающихся игрушек. Раскрасок, выдаем их порционных. Автомобиль – это и бюджетнее, и удобнее. Можно взять с собой много вещей, повидать много мест и вернуться живыми и здоровыми. Большинство дорожных аварий на загородных, на федеральных автодорогах случается из-за усталости водителя, из-за того, что водители засыпают за рулем. Поэтому, в первую очередь, необходимо заранее продумать свой маршрут и выбрать места для отдыха. Если в машине двое с правами – это большой бонус. Делайте остановки каждые 200 километров. И главное – не забудьте документы. Кстати, чаще всего своим ходом на авто тюменцы предпочитают добираться на курорты Крыма и Краснодарского края. Если вы среди них, то следующая информация будет полезна. Увы, но десятки пробок ждут вас на основной трассе М27 Джубга-Сочи, которая ведет ко всем приморским городам. Самое долгое образуется в пятницу после 12 часов дня, когда жители Кубани и Ростовской области спешат на уикенд к морю. То же самое происходит и в воскресенье вечером, когда отдыхающие едут обратно. Если ваш путь лежит через Туапсе, то попасть в пробку можно на целых 3 часа. Впрочем, увеличить время в дороге могут и неблагоприятные погодные условия. Если вас застал сильный ливень, то переждать его лучше подальше от горных рек. А что касается ночлега, то бронировать отели стоит заранее. В СИЗО свободное место найти практически невозможно. При бронировании отеля обязательно отмечайте парковку. А если вы все-таки остались без ночлега, найдите более или менее людное место. Например, пост ГИБДД или освещенную заправку.